Здравствуйте! В студии Олег Панфилов и программа «Территория демократии». Если попытаться оценить внешнюю политику России, то самой неудобной страной является Польша. Это первая страна, которая вышла из социалистического лагеря, и первая вместе с Чехией и Венгрией, ставшая членом НАТО. Многие эксперты и в Польше, и в России считают, что в отношениях между двумя странами одной из главных причин разногласий является история, точнее, история взаимоотношений, взаимные претензии и опасения. Как представляется, России обидно было потерять крупного партнера времен противостояния с Западом, а Польша по-прежнему опасается имперских устремлений Кремля. К тому же, в отличие от России, Польша всегда строила свою восточную политику на поддержке демократических ценностей. Наша сегодняшняя передача посвящена взаимоотношениям России и Польши. И прежде чем я представлю своих экспертов, предлагаю посмотреть сюжет, который подготовил Георгий Кокобац. Дворец культуры и науки в центре Варшавы – подарок Советского Союза, возведенный советскими рабочими в 50-х годах прошлого века. Сейчас это одно из самых высоких зданий Европы, но для многих поляков сталинская высотка – символ одного из самых тяжелых периодов польской истории. После нападения нацистской Германии на Польшу, Советский Союз, согласно договору Молотова-Риббентропа, открыл второй фронт. В результате, Польша к концу сентября 1939 года оказалась разделенной между двумя тоталитарными империями. В 1944 году, когда советские войска стояли уже у Варшавы, в городе началось восстание. Советский Союз не только не помогал восставшимся, но и всячески противился западным союзникам, пытавшимся снабдить оружием польских партизан через воздушный коридор. Гитлеровские войска жестоко подавили восстание, погибло 200 тысяч мирных жителей. К моменту вступления в Варшаву советской армии, в январе 1945 года более 85% города находилось в руинах. После военной Польши советский режим установил свой порядок. Начались аресты всех неугодных советским властям лиц. В первую очередь партизанов из армии Краёвы, бороавшихся в течение шести лет против немецких оккупантов. То, что произошло в Польше после советской оккупации, многие в мире до сих пор не знают. После войны с 1945 до 1956 года в стране с населением примерно 26 миллионов было арестовано 2 миллиона граждан. Часть из них отпустили, часть осудили и посадили в тюрьму. Многих выслали, а некоторых расстреляли. Советские оккупанты в этот период творили здесь все, что хотели. Самым трагичным моментом для Польши в отношениях с восточным соседом является Катынская трагедия. Весной 1940 года сотрудниками НКВД было расстреляно почти 22 тысячи польских офицеров. Советский Союз в течение десятилетия отрицал причастность к этому преступлению и активно пропагандировал версию о том, что польских военнопленных казнили нацисты. Только в 1990 году руководство Советского Союза признало, что расстрел произвели по приказу из Кремля сотрудники НКВД. В России началось расследование по Катынскому делу, но в 2004 году главная военная прокуратура России прекратила расследование из-за истечения срока давности. Это решение было обжаловано группой польских граждан Страсбурги в Европейском суде по правам человека. Буквально на прошлой неделе трибунал принял решение по этому делу, считая, что действительно российские власти нарушили права человека в ходе этого расследования. Даже сейчас российские власти нарушают собственные законы лишь для того, чтобы не расследовать преступления, но все-таки значительной давности. После распада Советского Союза Польша оказалась среди тех стран, с которыми у России самые напряженные отношения. Выбор Польши в сторону Запада, НАТО и Евросоюза вызвал в Москве недовольство. Кремль особенно возмутила активность Польши во время оранжевой революции в Украине и поддержка прозападного кандидата Виктора Ющенко. Президент Кочинский ввел активную восточную политику и был инициатором процесса интеграции постсоветских стран в европейские и евроатлантические структуры, что напрямую противоречило интересам российских властей. Есть разные точки зрения на будущие страны Восточной Европы. Для Польши очень важно, чтобы они стали нормальными, демократическими странами с прозрачной экономикой, а для России самое главное, чтобы это осталась их сфера влияния. Тогда им выгоднее, чтобы это были какие-то авторитарные страны с непрозрачной экономикой, которая тесно связана с российскими интересами. Россия думала, что если начнет экономическую, символическую войну с Польшей, она сможет изолировать Польшу в Европейском Союзе. Но оказалось, что Европейский Союз не может вести политики против одного из своих членов. И даже те европейские политики, которые хотели и были готовы налаживать отношения с Россией вопреки Польше, они официально, открыто не могли этого сделать. Последние годы между Москвой и Варшавой предпринимались попытки сглаживания острых углов. Но, как отмечают аналитики, отношения между двумя странами все равно не продвигаются вперед из-за принципиальных разногласий по целому ряду вопросов. И поэтому тесное партнерство в ближайшем будущем между Россией и Польшей не предвидится. Если бы коротко описать нынешнее состояние польско-российских отношений, я бы сказал, что они просто пусты. То есть нет содержания этих отношений. То есть с обе стороны делают вид, что все в порядке, но на самом деле мы идем отдельно. Вы смотрите программу «Территория демократии», в которой мы сегодня говорим о взаимоотношениях Польши и России. Представлю своего первого гостя, руководитель Международного центра геополитических исследований Тенгиз Пхалаза. Тенгиз, я прежде всего должен объяснить наш интерес к этой теме, отношения Польши и России. Кажется, что Польша выдерживает на себе главный геополитический удар Кремля, отвечая таким образом за все страны бывшей империи. Я имею в виду не только постсоветские страны, но и страны так называемого социалистического лагеря, то есть Восточной и Центральной Европы. Можно ли говорить о своеобразной миссии Польши? В первую очередь спасибо за приглашение. Польша по своему геополитическому распродолжению, естественно, что ей предопределено быть лидером в Центральной Европе. Это большое государство, я не говорю по сравнению с Российской Федерацией, я имею в виду тот регион, где она находится. И тот путь, который прошла Польша со временем советской оккупации до независимой Польши, до члена Евросоюза и до НАТО, все это доказывает, потому что Польша была всегда в авангарде тех движений. Это была и солидарность, это было антисоветское движение, это было и вступление в НАТО, интеграция в Евросоюз и так далее. И после интеграции уже в авангарде той политики, которая ведется в сторону бывших советских государств, я имею в виду восточная политика, и здесь тоже Польша является одним из геополитических региональных центров. Ну, может быть, одна маленькая деталь, это уже из моей личной биографии, как и биографии многих моих коллег, которые в 92-м году учились в Варшаве, тогда Хельсинской Федерации, Польши, была создана Международная школа прав человека. И тогда многие люди, которые захотели заниматься изучением и соблюдением прав человека, они приезжали учиться именно в Польшу, потому что Польша тогда была лидером. И тогда и сейчас право человека являются одним из важных, что не только пропагандируется, но и защищается, и поощряется все проекты, которые направлены именно в сторону защиты прав человека. Если говорить об исторической составляющей взаимоотношений, а история действительно является предметом манипуляции, прежде всего, российских политиков, то установление праздника 4 ноября, а в начале этот праздник так и называли, День освобождения Москвы от поляков, это лишь часть дипломатической игры Кремля против Польши. На самом деле, может ли история стать основой современных дипломатических отношений? Вы знаете, вопрос не в истории, а вопрос и проблема отношения к ней. Я просто подчеркну, что после развала Советского Союза, Российская Федерация стала правоприемницей Советского Союза, она объявила об этом. Но вместе с тем, что она стала правоприемницей, к сожалению, мы наблюдаем то, что она продолжает вести политику в том же духе. То есть, одно дело продолжать, допустим, нести обязанности по некоторым правовым договоренностям, а другое дело продолжать политику в том же духе. Что, естественно, идет абсолютно вразрез то, что происходит в Польше и что происходит в Западе. Польша, по своей сути, она создает центр притяжения, в отличие от России, которая создает центр тяжести. Соответственно, от этого исходит разная трактовка истории. Все эти споры, они на самом деле являются предметом манипуляции. Их, конечно, можно оставить ученым, историкам, и можно сделать многие, допустим, совместные исследования, которые, несомненно, могут быть очень и очень интересными, но политизировать на таком уровне эти вопросы, они не могут привести к ничему хорошему. Спасибо, Тенгиз. Мы еще вернемся к нашему разговору. Хочу представить еще одного гостя. Это бывший министр иностранных дел Польши, профессор Адам Ротфильд. Очевидно, что среди стран бывшего Восточного блока Польша занимает очень важное место в геополитике России. Чем это обусловлено? Противостоянием интересов? Можно сказать так, что это обусловлено многими факторами. Во-первых, историей, потому что все-таки наши народы – соседи испокон веков. Это во-первых. Во-вторых, это, так сказать, последние 250-300 лет они создали определенную атмосферу. Не только атмосферу, но факт, что Польша, как вы знаете, в конце 18 века потеряла свою независимость, но до этого Польша была, я бы сказал, своего рода соперником с Россией, что касается территорий, лежащих на восток от Польши и на запад от России. То, что эти новые государства, которые возникли на этой территории, я имею в виду Украину, Белоруссию и Литву, они были, так сказать, предметом заинтересованности и России, и Польши. Россия в то время была победительницей в том смысле, что Польша была разделена в течение 123 лет. И это был третий фактор, который после возникновения польского государства, на самом деле, ни Россия, ни Германия, бывшая Пруссия, они не смирились с тем фактом, что Польша играет свою независимую роль. И, как известно, договор Риббентропа-Молотова, который на самом деле был договором между Гитлером и Сталиным, это была попытка четвертого раздела Польши. И она в результате привела к тому, что Польша была разделена еще раз. Но на этот раз, последний раз, скажем, в истории, это длилось только 6 лет с 1939 до 1945 года. И новая Польша, которая возникла после глубинных перемен социального характера, не только политического характера, в 1989 году, и новое государство российское, которое возникло после распада Советского Союза, они должны были заново очертить свою стратегию взаимных отношений. И мы находимся, я бы сказал, на том пути поиска нового типа взаимных отношений. На Варшавском кладбище по-венске есть памятная стена, где высечены имена погибших и в Катыни, и во время авиакатастрофы под Смоленском. Насколько эти две трагедии определяют будущее отношений между Россией и Польшей? Я вам скажу, это факты, короче говоря, факты, которые явились отправной точкой для определения взаимоотношений не из-за того, что они имели место, потому что факты воспринимаем как действительность. Но дело в том, что эта действительность в течение 70 лет, что касается Катыни, была фальсифицирована, засекречена. То есть только на самом деле началом поиска правды были решения вначале такие очень несмелые, и без особой, я бы сказал, откровенности было это сделано Горбачевым, потом Ельциным, и точка над и была поставлена президентом России, который в то время был уже премьер-министром России Владимиром Путиным, который встретился 7 апреля 2010 года в Смоленске, в Катыни, где были сказаны очень важные слова, и казалось, что это уже принадлежит к прошлому. К сожалению, в российской администрации есть очень сильное сопротивление, и доказательством тому является именно та позиция, то отношение, которое было показано администрацией правоохранительных органов России в суде в Страсбурге, где на просьбу членов семей катинских жертв ответ был очень таким, я бы сказал, уходящим глубоко корнями в ту сталинскую фальшивую интерпретацию того, что случилось в Катыни. Есть тоже некоторые определенные трудности в окончательном выяснении дела этой катастрофы, которая была 10 апреля 1960 года. Дело в том, что мне кажется, что некоторые элементы могли бы быть решены одним розчерком пера, то есть если бы, например, останки этого самолета были переданы, или же отношения между прокуратурами обеих сторон были, так сказать, такими основанными на сотрудничестве и взаимном доверии. Этого нет, короче говоря, вопрос, который сказывается на взаимоотношениях, он прежде всего имеет свои истоки в недоверии, чем в чем-то негативном, то есть нет новых негативных фактов, но есть недоверие, которое уходит корнями в прошлое. В 90-х, в начале 90-х годов Польша была таким своеобразным символом свободы. Как вы оцениваете нынешнее состояние гражданского общества в России? Ведь гражданское общество имеет тоже отношение к взаимоотношениям между двумя странами. Мне трудно судить. На самом деле, несколько дней тому назад была проведена конференция фондом Стефана Батория под названием «Новое лицо России». И люди, которые принимали со стороны российской, там было 8 известных деятелей разных правозащитных организаций, разного рода неправительственных учреждений. Эти люди действительно, это было новое лицо России, которого Польша не знают или очень мало знают. Очень честные, я бы сказал, такие умные, разумные и спокойные люди. То есть не было там ни революционеров, не было анархистов. Это были люди думающие. Я считаю, что новое поколение, оно проявляет себя все больше, хотя в России, конечно, надо учитывать то, что это огромная страна, огромная территория, многонациональная страна, много конфессий. Короче говоря, нельзя, так сказать, для России давать какие-то модели. Те, кто думал, что Россия будет малым Китаем, как модель развития, или большой Польшей, они, конечно, были в заблуждении. Россия найдет свой путь для создания и гражданского общества, и правового государства, а в конце концов, демократического развития. И, наконец, последний вопрос. Насколько война в Грузии в августе 2008 года изменила польско-российские отношения? Я бы сказал, повлияла, но не в таком кардинальном образе. То есть она не была воспринята как что-то, так сказать, меняющее отношения между нашими государствами. Была своего рода предостережением. То есть многие были изумлены именно тому, что произошло. То есть можно было найти выход из этого, казалось бы, безвыходного положения без применения силы. Но раз сила была применена, на сегодняшний день надо найти способ, чтобы между Россией и Грузией, учитывая эти две грузинские провинции, которые на самом деле были признаны Россией, но не признаны всем другим миром. То есть это признание, оно имеет, по-моему, переходной характер. И раньше или позже, по-моему, будет найден выход, который приемлем и для Грузии, и для России, и для всех других стран. Я еще раз вернусь к тому, что ошибаются те, кто думают, что это было, так сказать, элементом, который коренным образом поменял отношения между нашими странами и отношениями мира к России. Наоборот, это было предостережение, что это не тот путь, который должен применяться по отношению к другим странам, в особенности тем странам, которые входили в состав Советского Союза. Спасибо большое. Это был профессор Адам Ротфельд, бывший министр иностранных дел Польши. И вернусь к своему первому гостю, руководитель Международного центра геополитических исследований Тенгиз Пхаладзе. Тенгиз, на поверхности отношений многие отмечают два главных фактора отношений между Польшей и Россией. Это Катынь и Смоленская катастрофа. Знаете ли вы такую другую страну, тем более такую близкую, где существует специальная комиссия, специальная группа по разрешению трудных вопросов? Именно трудных. Да, есть такая комиссия, на самом деле, между Россией и Польшей. Вы знаете, да, эти два вопроса, они являются, я бы не сказал, что краеугольным камнем, но одним из ключевых. Мы как раз прервали разговор о том, что какое отношение страны имеют к истории, то есть как они относятся. И как раз хочу продолжить с этого, потому что ключ развязки и Катыны, и вот этой трагедии заключается как раз в этом. То есть самое главное, когда создается ощущение недоверия, вот это может испортить все. Потому что российские правоохранительные органы изначально так повели себя, что родилось очень много вопросительных знаков, на которых нет ответа и сегодня. И это не только по поводу той трагедии, которая произошла с бывшим президентом Польши, но и по отношению к Катыни. Потому что я, честно говоря, не понимаю, неужели это так сложно признать, что тот режим, который правил государством, он был криминальным режимом, и что он совершил много преступлений, кстати, от которых в первую очередь пострадал сам российский народ. Тенгиз, я должен вас разочаровать, на 9 мая в этом году многие автобусы в России и в некоторых других странах бывшего Советского Союза ездили с портретами лидера того самого криминального режима. Да, к сожалению, я как раз об этом и говорю, потому что то, что ездили, это как раз потому, что это именно так и преподносится народу. И это не секрет, что российское общество находится в состоянии информационного штурма. И она далеко стоит от той реальницы, которая происходит в мире. Да, если оставить в стороне политические и исторические разногласия, обратить внимание на экономику, то Польша, по велению польских же экспертов, занимает на российском рынке 10 место по внешнеторговому обороту. Но и в этом случае нельзя не вспомнить кризис 2005-2007 года, когда экспорт польских сельскохозяйственных товаров в Россию сократился вдвое, а с января 2011 года этот экспорт прекратился вовсе. Это что, такая попытка оказать давление на Польшу уже на уровне экономики? Ну, это не первое и, к сожалению, думаю, что не последнее. Аналогичное было хотя бы по отношению к Грузии. Вспомним 2006 год. Вспомним хотя бы, что было с государствами Балтии, что сейчас происходит с Украиной. Я бы сказал, что нет ни одной страны в окружении России, которая бы не выдержала на себе натиск... Господина Анищенко. А Анищенко и всевозможных запретов на ввоз продуктов. Да, так что это политика. То есть, это не, в кавычках, ноу-хау по отношению к Польше, а это политика в отношении ко всем. Поэтому я говорю, что Россия создает центр тяжести, а не центр притяжения. Когда мы говорим об экономике, есть очень интересный факт. Если сравнить, Россия это гораздо большое государство, и государственный бюджет гораздо большой, чем у Польши и ВВП. Но как распределяется все это на душу населения? В цифрах, выражая, это фактически одинаково. В процентном соотношении, естественно, что Польша распределяется и достается человеку гораздо больше, чем достается в Российской Федерации. Но, тем не менее, придется все-таки вернуться к политике. И я хочу напомнить о том, что Польша вместе со Швецией стала инициатором такого проекта, как Восточное партнерство. Польша, в общем-то, и в начале 20 века, особенно в 19-м году, когда она стала независимым государством, в 1920 году заключила, например, Польско-Грузинский союз. И вообще идея прометеизма во времена первого государства была распространена и очень хорошо поддерживалась в Польше. Вот это продолжение политики прометеизма Польши в отношении бывших советских республик, это тоже является причиной неважных отношений между Россией и Польшей? Естественно, потому что Польша стоит в авангарде всего-то и у того, вместе с другими странами, она не единственная, что записано как угроза в концепции национальной, в стратегии национальной безопасности Российской Федерации. То есть здесь вопрос столкновения двух мировоззрений, демократического и недемократического. Поэтому, соответственно, любое государство, которое поддерживает то, что чуждо режиму, то, что защищает права человека, помогает развитию демократии, свободной экономики и так далее, естественно, что все это создает угрозу Российской Федерации. Поэтому она и прямо говорит об этих угрозах. Спасибо большое, Тенгиз. Это был Тенгиз Пхаладзе, руководитель Международного центра геополитических исследований. В нашей передаче также принимал участие профессор Адам Ротфельд, бывший министр иностранных дел Польши. Вы смотрели программу «Территория демократии». И аудиоверсию или радиоверсию нашей программы вы можете слушать по четвергам в 18 часов на волнах радиопик 106,4 на территории Грузии или в интернете. До встречи на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин